Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы попали на канал OK English Elementary, английский язык для начинающих. Вы смотрите разбор очередного английского диалога уровня Elementary, то есть диалог, который подходит новичкам. Он не очень сложный, но и не примитивный. Это уже 93-й диалог из большой моей серии бесконечных резиновых уроков с новыми практическими заданиями для вас, дорогие друзья. И мы продолжаем с вами говорить о транспорте. Сегодня у нас интересная тема. Давайте посмотрим и послушаем этот диалог. Итак, здесь у нас проблема, которая может случиться абсолютно с каждым водителем. Это проблемы с шинами. Давайте послушаем дикторов, потом более детально разберем, о чем они говорят. Ну что ж, начинаем с того, что мы прочитаем и переведем данный диалог. Remember to put air in your tires. Помни, что нужно заправлять воздухом свои шины. How often do I have to do that? А как часто мне нужно это делать? Once every two months. Раз в каждые два месяца. That's a lot. Ну это часто. What do you mean? А что ты имеешь в виду? That's six times a year. Ведь это шесть раз в год. Yes, and it takes about five minutes each time. Да, и это занимает всего лишь пять минут каждый раз. I'll try. Ну я попробую. Check your tires, or you'll get a flat. Следи за своими шинами, а то пробьешь их. Oh, that's no good. Да, это не очень хорошо. No, it isn't. A flat costs you time and money. Потому что пробитая шина стоит тебе и времени, и денег. And I don't have either. Да, и у меня ни того, ни другого нет. Ну что ж, давайте теперь детально разбираться. Я думаю, что у кого-то сразу появился вопрос, почему я перевожу слово flat, a flat, как пробитая шина. До этого мы сейчас дойдем и начинаем с самого начала. Remember to put air in your tires. Ну помним, кто водит машину, что мы шины накачиваем воздухом, или можно накачать азотом. Здесь речь о воздухе. Да, и действительно они сдуваются периодически, надо подкачивать их. Дословно фраза звучит так. Помни класть воздух в шину. Да, ну то есть мы его никуда не кладем. Ну, говорится put air, как бы заправлять воздухом. Да, put air in your tires. Как бы ставить воздух в шину. Tires, соответственно, шина-покрышка. Так как это повелительное наклонение, мы начинаем сразу глагол. Remember, помни. Remember to put air in your tires. Вспомни, что нужно добавлять воздух или подкачивать воздух в шинах. How often do I have to do that? Как часто я должен это делать? Вопрос how often касается регулярности, поэтому с ним, как правило, мы используем present simple. Do I have? How often do I have? Это наша грамматическая структура и дополнение to do that. Кто не помнит оборот have, то это должен, вынужден, обязан. После have to говорим действие. Как часто я вынужден делать это? How often do I have to do that? Once every two months. Раз в каждые два месяца. Once – это один раз. Единожды. И дальше every, потом после every показываем период с регулярностью, у которого что-то происходит. То есть once every two months – это один раз каждые два месяца. That's a lot. Это много. What do you mean? А что ты имеешь в виду? Когда вы не понимаете мысль, которую сказал человек, или как-то он ее непонятно выразил, не стесняйтесь, задавайте вопрос What do you mean? Что это означает? Что ты имеешь в виду? What do you mean? That's six times a year. Но ведь это шесть раз в год. Итак, друзья мои, если мы говорим один раз, то для этого есть специальное слово once. Если мы говорим два раза, для этого есть специальное слово twice. А если мы говорим три, четыре, пять и так далее раз, для этого мы используем связку количества и times. Times в данном случае это разы с окончанием s, поэтому не удастся вам перепутаться со словом time время. Соответственно, six times – шесть раз. Seven times – семь раз. Ten times – десять раз. Но не говорится one time и two times. Никогда. Для этого есть уникальные слова. Далее, через a мы указываем период. Как бы, смотрите, фраза строится так. Шесть раз в год – six times a year. Шесть раз в месяц – six times a month. Шесть раз в день – six times a day. То есть здесь будет a присутствовать, и оно работает, по сути, как предлог. В год, в день, в неделю. That's six times a year. Но это шесть раз в год. Yes, and it takes about five minutes each time. Да, и это занимает где-то пять минут каждый раз. Так долго, да? Помним, что глагол take вместе со временем показывает, сколько времени у нас занимает выполнение действия. Соответственно, it takes five minutes – это занимает пять минут. It takes twenty minutes – это занимает двадцать минут. It takes two months – это занимает два месяца. И так далее. It работает как формальное слово. Оно показывает, что это действие. It takes about five minutes – это занимает примерно пять минут. И читаем каждый раз. I'll try. Я попробую. Check your tires or you'll get a flat. Следи за своими покрышками, а то пробьёшь их. Итак, в английском языке есть интересное выражение get a flat tire. Оно переводится как пробить шину, да? Пробить колесо по-русски. Get a flat tire. И укороченный его вариант get a flat – это не получить квартиру, да? Это получить пробитую шину, грубо говоря. Поэтому если вы пробили колесо, you got a flat or you got a flat tire. Обратите внимание на этот оборот. Tire – вот оно, вот то же самое, что и здесь. И вам говорят check your tires. Проверяй свои шины. Следи за своими покрышками. Or you'll get a flat. Или получишь пробоину, грубо говоря. You'll get a flat. И понятное дело, что flat здесь – это не квартира. Здесь совсем другое значение использования данного слова. И еще, кстати, хочу уточнить, что в американском английском слово flat не используется в значении квартиры. Для этого у них есть слово apartment. Поэтому flat, если вам попадает в американском английском, это с большой вероятностью не квартира, а что-то другое. Check your tires or you'll get a flat. Oh, that's not good. Да, это нехорошо. No, it isn't. Нет. Смотрите, когда вы соглашаетесь с отрицанием в английском языке, that's not good. Видите, отрицание. Если вы соглашаетесь с этой мыслью, вы также должны выразить отрицательно. No, it isn't. А если вы не согласны и говорите, да нет, это классно. Вы говорите, yes, it is. То есть, отрицанием соглашаемся с отрицанием. Логика такова. No, it isn't. A flat costs you time and money. Потому что пробитое колесо тебе стоит и времени, и денег. A flat, опять же, квартира, нет. Пробитая шина, да. A flat costs you, пробитая шина стоит тебе, time and money. Время и денег. И видим, что здесь слово time, это именно время. Стоит в единственном числе без изменений. Time. А здесь times с окончанием s, это разы. Слово время с окончанием s никогда не употребляется. Это всегда разы, измененное значение. И человек отвечает, and I don't have either. А у меня нет ни того, ни другого. Помним в английском языке, что для того, чтобы сказать, что у вас нет ни того, ни другого, у нас есть для этого два способа. Как здесь, I don't have either. У меня нет ни того, ни другого, ни одного из них. Либо можем сказать, I have neither. Есть вариант прочтения either и neither. Смотрите, если мы посмотрим на связку not either, not either, и как бы мысленно ее соединим, сдвинем not и either, то получим что-то типа neither. То есть слово neither это то же самое, что not either. Можем их заменять, и они взаимозаменяем. So, ok, that's not good. No, it isn't. A flat costs you time and money, and I don't have either. Теперь, надеюсь, концовка диалога понятна. И давайте теперь прочитаем его с вами по ролям. Давайте я буду за человека. А, который советует настоятельно следить за шинами. И вы человек B. На самом деле, по жизни я человек B. Честно вам признаюсь, мне вечно говорят, что надо шины качать. Я могу годами не качать. Один раз азотом за правила и на год вперед. Окей, ну давайте с вами читать. Я буду АВБ. Remember to put air in your tires. Once every two months. What do you mean? Yes, and it takes about five minutes each time. Check your tires, or you'll get a flat. No, it isn't. A flat costs you time and money. Okay, now we change. Now you start the dialogue, and I continue. How often do I have to do that? That's a lot. That's six times a year. I'll try. Oh, that's not good. And I don't have either. Отличный диалог у нас сегодня. Самое главное, что ценный за счет парочки очень-очень хороших выражений, которые вам реально могут встретиться, и вы можете реально не понять, что же это означает. Теперь, друзья мои, тот же самый диалог вы видите здесь на русском языке. Ваша задача, не подглядывая в английский вариант, сделать сходу перевод, глядя на русские фразы, вспомнить, как оно звучит на английском. Это отличное упражнение, которое поможет вам потренироваться в беглом, быстром переводе. Выполняйте это задание, оно чуть проще, чем учить диалог на память. Но также я вам рекомендую эти материалы еще и учить. Ну и, пожалуй, друзья мои, все, что я могла здесь сделать с вами в этом уроке, я сделала. И давайте еще разочек прослушаем нашего диктора. Помните, что приступать следует к заданию на перевод, после того, как вы несколько раз прослушаете диктора, чтобы у вас отпечаталось где-то там в голове правильное озвучание этого диалога. Это вам будет впоследствии помогать, друзья мои. Ну и прокачиваем свои навыки понимания английского на слух. Напоминаю, что меня зовут Елена Вагнистая. Вы смотрели канал OK English Elementary. Это один из моих трех каналов серии OK English. Здесь мы занимаемся с вами только уроками для новичков, для начинающих. На этом все и до скорой встречи с вами в следующих диалогах. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok